Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь необходимо разобраться с тем, как вы воспринимаете то, что молодой человек делает сейчас, в том числе по отношению к вам. Потому что, видите ли, если вы чувствуете себя задеты и унижены его таким поведением, то я думаю, что с права необходимо подкорректировать ваше общее самочувствие, ваше общее состояние. Вот. И уже, уже потом, после этого, можно будет о чем-то говорить, например, о том, что нам делать дальше. Вот. Но пока что, в данный момент, ситуация такова, что молодой человек снимает таким образом напряжение, молодой человек снимает таким образом противоречия, молодой человек, возможно, чувствует вину какую-то перед мамой своей. Вот. И, соответственно, возможно, повторяют некие невысказанные ее слова относительно того, что вот, если бы ты был со мной, да, а не с женщиной, то все было бы в порядке. Бред позже, конечно, но, тем не менее, это работает именно так. И, важно понимать, что это проблема молодого человека, да, что эту проблему не решится, потому что, так или иначе, это определенный паттерн победительский, который вы страдаете вы и который несет прямой бред вам. И, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, условно говоря, терпеть подобное поведение можно только в том случае, если оно вас не задевает, если молодой человек, если вам, несмотря ни на что, хочется, молодого человека сравнят его счастливым. Вот. В этом случае я полагаю, я полагаю, что вы можете, конечно же, пытаться с ним общаться, но в любом случае общаться меньше, чем вы общались за это. Потому что, как видите, его сейчас тяготит любое проявление ответственности. Вот. В целом, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы здесь занимаетесь разницу в жертву, то есть вы не знаете, что вам делать, вы не знаете, как реагировать. Ну, лично я думаю, что, вы знаете, просто не хотите прислушиваться к себе. Вот. И, соответственно, из-за этого возникает вот эта вот трудность. То есть, возможно, вы не хотите молодого человека терять, но если вы не хотите молодого человека терять, то этот вопрос, конечно, исключительно к вам. Вот. Почему вы не хотите его терять? И что для вас такого страшного будет, если, например, вы его потеряли, да? То есть, не зависит ли вы от него? Вот. А если вы их зависимы, то, конечно, лучше будет с этим нам надо поработать, чтобы вы все-таки были, ну, как-то вот в меньшей степени от него зависимы. Вот. И чтобы в большей степени, скажем так, ценили себя, да, ценили себя как личность. И, что же, наверное, не позволяло без уважительных причин, так-то бы обращался. Уважительная причина, ну, это вы уже сами решите, что за уважительная причина, вот, и так далее. Вполне может быть, что молодой человек неосознанно вами манипулирует, пытаясь вас таким образом подавить. Вот. Ну, чтобы вы ему подчинялись, допустим, вот, чтобы вы делали то, что он хочет. Вот. Ну, не обязательно, что он это делает совмательно, всё, не обязательно, что он это делает специально. Вот. Всё. Вот. То есть, ни в коем случае, ни в коем случае не нужно думать, что это был его план, и нет. Это вполне может быть, что не его планы, и вполне может быть, что ему сейчас вообще не до планов. Ну, вот. Каких-либо вообще. Но, тем не менее, это такой вот стрелорный момент, который характеризует молодого человека, к сожалению. Вот. Который демонстрирует то, как мужчина будет вести себя в каких-то вот таких критических ситуациях. Вот. И вам нужно делать уже, из этого вывода. Вот. Даже если они не самые приятные. Вот. Вы можете, конечно, ждать. Вы можете ждать, безусловно. Вы можете надеяться на лучшее. Но, во-первых, что такое лучшее? Что для вас может быть лучше? Вот. Отдельный у них там смысл. Вопрос. Во-вторых, молодой человек может почувствовать, что ему сопоставляют. Молодой человек может почувствовать, что ему, грубо говоря, можно всё. Вот. И это вряд ли пойдёт на пользу вам. Ну, вам. Вам обоим. Потому что он будет думать, что теперь можно всё. И, как бы, возможно, будет думать, что это, ну, такие, такие своего рода отношения без обязательств. Да. Вот. Я не уверен, что это то, чего вы хотели бы для себя. Вот. Поэтому учтите, пожалуйста, этот момент. Всё же. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.